Этого нельзя делать. Почему? Потому что личико еще меняется, оно может изменяться в своих параметрах. Недавно у меня была пациентка, ей нужно увеличить подбородок, а она говорит, доктор, не трогайте. Приветствую, друзья. Я Павел Деничук, пластический хирург. И сегодня мы будем говорить о красоте. Кто, как не хирурги, пластические, создают красоту лица. И для нас очень важны как раз те пропорции, которые создают привлекательность этого лица. На сегодняшний день есть, многие из вас, может быть, знают, маска красоты, которую каждый из вас может наложить на свою фотографию и увидеть, где у вас есть какие-то нюансы или ваше личико соответствует этой маске. Я к этому всему отношусь довольно-таки скептически, потому что у меня есть мое внутреннее понимание, что каждое лицо это индивидуальность, оно красивое. Но есть нюансы, согласен. Есть какие-то состояния после травмы, есть какие-то деформации врожденные, которые нужно откорректировать. И в этой ситуации как раз нужно учесть вот эти параметры золотого сечения, параметры соотношения, которые придадут лицу ту изюминку, которая в результате каких-то нюансов утеряна. Например, когда мы рассматриваем и можем рассматривать эту маску, то мы для себя должны дать отчет, что эта маска, во-первых, подходит для определенного возраста. Это средний возраст, это 20-25 лет, ну максимум может быть 30 лет. Какие-то другие параметры, например, возрастные, эта маска уже не актуальна. Особенно она не актуальна для молодых девушек, там до 20 лет, которые хотят как-то вот себя вот изменить и приблизить к этому идеалу красоты. Этого нельзя делать. Почему? Потому что личико еще меняется, оно может изменяться в своих параметрах. И стараться сейчас уже подогнать под эту маску, это абсурд. Этого ни в коем случае делать нельзя. Старшие люди тоже, пожалуйста, не расстраивайтесь, что у вас уже есть какие-то изменения и не входит в эту маску. Если у вас гармонично сложенное лицо, но, к сожалению, не входят какие-то параметры подбородка или не входят какие-то вот эти параметры ваши скулы, это может быть вашей изюминкой. Это может быть то ваше привлекательное какое-то качество, которое привлекло вашу вторую половинку. И у меня, кстати, были такие случаи. Я вижу, что, например, пациенту, буквально вот недавно у меня была пациентка, ей нужно увеличить подбородок. Она говорит, доктор, не трогайте, мне муж всегда твердит, что ему этот подбородок понравился. И я, как со стороны хирурга, вижу, что да, подбородок требует объема, требует набрать каких-то более объемных форм для того, чтобы сформировать профилопластику, так званую, создать. А она говорит, доктор, ни в коем случае мы подбородок не трогаем. Мы будем здесь уменьшать морщинки, здесь мы будем ниточку ставить, здесь мы жир будем забирать, но подбородок не трогаем. Не трогаем так не трогаем, потому что понятно, мужу нравится. Понятно, что эта женщина в эту маску ни в коем случае никаким образом не входит. А оказывается, в семье этот подбородочек как раз ценный. Не спешите прикладывать чужие параметры, чужие какие-то маски к своему лицу. Ваше лицо есть индивидуальное, оно красивое. Единственное, что может быть, оно потребует каких-то коррекций, возрастных изменений. И задача как раз классического хирурга при желании пациента не поменять лицо, а вернуть лицо в то, которое было, например, самым привлекательным 30 лет, 25 лет. То есть не менять, а возвращать. И это тогда правильный подход. И это какие-то параметры тех масок, тех норм эстетической красоты, оно может не входить. Я всегда прошу пациента, пожалуйста, принесите мне вашу фотографию, где вы больше себе нравитесь. И тогда мы уже будем подгонять не под маску, а подгонять под те параметры, которые были. И не всегда те параметры были идеально те масочные, они были вот такие особенные. Потому что каждый человек привлекается друг другом какими-то своими нюансами, особенностями. И это как раз ценно. И моя задача как хирурга, вот эту ценность вернуть или может быть даже как-то активизировать. Например, были пациенты у меня, которые немножко, да, время пришло, ткани опустились, скулы съехали. И личико немножко так потеряло объемы в верхней части. И приобрело, к сожалению, в области нижней третьей лица, в области шеи больше объемов. Не вопрос, это все решается очень быстро. Не всегда это можно делать только операцией подтяжкой лица. Я могу предложить аккуратненькую липоспирацию в области нижней трети. Подсушиваем в области средней трети, в области щек. Иногда, может быть, и бобиша уберем, если стабильный вес, а полненькие щеки. И наберем этот объем с помощью собственных жировых клеток в области скол, в области висков. То есть мы возвращаем то, что у нее было. Вот задача хирурга, которая возвращает то, что было, но ничего не меняет. И это даст возможность пациенту, вау, почувствовать себя опять же в том состоянии эмоциональном, психологическом. И как раз ценность вот таких манипуляций не менять, а возвращать. Или, например, состояние, когда многие пациенты делают себе подтяжку лица, и что-то им не нравится, что-то не точит. Классно все, но нет той изюминки, которая была в ее возрасте. Я сразу смотрю и вижу, ну, конечно, смотрите, вам делали хорошую операцию, но вам не изменили расстояние между носом и губой. Многие пациенты говорят, о, я съела свою губу, доктор, у меня тонкая губа уже, там все. Классно сделана подтяжка, а этот нюанс не откорректирован. И, конечно, нет такой полной гармонии. И мы делаем оптимальные маленькие разрезы в области носика, приподнимаем губу, уменьшаем расстояние между носом и губой, приоткрываем верхние зубы и, вау, пациент раскрылся, пациент сразу расцвел. Вот такой нюанс и сразу же решает такую колоссальную задачу. Поэтому в этом плане как раз очень важный момент, ну, такого эстетического восприятия как раз хирургом внешности пациента. И не всегда это должно, так знаете, автоматически маску налепил и уже начинаем там где-то добавляем, там что-то убираем. Не факт, что это маска, которую вы себе наложите и потом подкорректируете, создаст вам вашу изюминку, вашу привлекательность. Потому что привлекательность это намного больше, чем чисто схематическое изображение и наложенная ваша маска. Но если есть изменения возрастные, которые действительно требуют уже коррекции, если есть то, что я говорю, истонченные губы, то мы должны понимать, что мы должны корректировать как верхнюю, так и нижнюю губу. И нижняя обязательно должна быть верхней чуть-чуть больше. И эти соотношения 1 к 1,618, там и дальше пошли цифры, это можно и нужно учитывать. Потому что это действительно, когда мы смотрим, какие-то нюансы, они должны быть соответствующими. Та же самая ситуация, как я говорил, верхнее расстояние между губой и с расстоянием между подбородком. Если это расстояние, оно уравнялось уже с расстоянием между губой и подбородком, и я делаю банальный тест, об этом я тоже рассказывал. Посмотрите мое видео, когда вы приоткрываете без улыбки ротик, и вас верхних зубов нет, это говорит о том, что все-таки здесь нужно подкорректировать. И смотрите, я не говорю, что мы будем смотреть на вашу маску. Я делаю тесты с этим жиловым человеком, я его проверяю, я его в улыбке проверяю, и тогда мы с ним обсуждаем. Я отношусь к человеческому лицу, к мужскому, к женскому, как к особенностям. Что еще хотел бы сказать в плане таких моментов, когда я все-таки эти параметры использую. Например, при коррекции носа, когда я прошу человечка улыбнуться, и у нас ноздри расползаются до середины щеки. Конечно, это не тот вариант, который может нравиться пациенту. Есть такое понимание, например, что краи ноздрей должны быть по уровню внутреннего кантуса, внутреннего угла глаза, если так параллельно проводим линии, то это должно быть соответствовать. Если это немножко шире, если вам это не нравится, я могу последовать этому требованию и это подкорректировать. Или, например, высота лба. Требуется многим пациентам, особенно возрастным пациентам, поднятие лба, уменьшение морщинок, поднятие брови. И в этой ситуации я очень успешно использую эдоскопическую подтяжку лба. Но я смотрю, что уже у пациента и так высокий лоб. А соотношение должно, оно так как бы бросается, если мы делим личико на три части, то лоб, потом по глазу, глаз и по контуру нижней челюсти. Это должны быть в среднем равные части. Если я увеличу из своей манипуляции, из своей эдоскопической подтяжки эту высоту лба, то это уже будет выходить из рамок каких-то таких привлекательных моментов. Плюс увеличиваются залысины, и это метод не подходит для пациента. В этой ситуации я могу предложить другой подход. Я, например, иссякаю полосочку кожи вот залысины, мы тем самым уменьшаем залысину и тем самым имеем возможность приподнять брови. Тем более, если есть возможность, особенно первых полгода, челку бросить, закрыть рубчик, и потом он белеет, он хорошо заживает. Я его специально делаю таким разрезом, чтобы через этот рубчик прорастали волосы, и тогда мы уменьшаем высоту лба, мы оставляем и сохраняем ту гармонию, и при этом мы даем возможность уменьшить морщинки в области лба и как раз приподнять брови. Поэтому не ищите, не подгоняйте свое лицо под какие-то стандарты. Вы здесь самый привлекательный человечек на данный момент, и нужно этим пользоваться. Ваша привлекательность привлекает тех нужных вам людей. Есть изменения, пожалуйста, к классическому хирургу, он вам может какие-то нюансы подкорректировать, исходя из тех возможных возрастных или каких-то других требований. Пожалуйста, не зацикливайтесь на этих масках красоты. Пожалуйста, если понравилось видео, поставьте лайк, поблагодарите. Если есть комментарии, пишите обязательно, можем прокомментировать, можете задать вопрос в группе этой, может быть, кто-то еще какие-то нюансы вам подскажет, что может быть я пропустил. А так будьте здоровы, здоровы, красивы и привлекательны. Удачи вам!